Христос Воскресе, Мои Сына Воскресе, Христос Воскресе, Мир Всем, Ир Всем, Мы принимаем. Максим, Некрутенко, слышите меня? Вы мне? Да нет. Да и Рахиль тоже, микрофончики выключайте, когда заходите. А он меня выключил. Ну а я тебя слышу, был бы выключен, я бы тебя не слышал. Вальшу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... из мертвых смерти смерть поправ Иисусе в грабе живон даром Господи Иисусе Христе, Сыне Божий благослови наши занятия по слову Твоему не дай нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла сохрани нас благодатью Твоею в истине любви и согласии Хвала Тебе в честь и поклонении Отец и и Дух Святой. Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь Евангелие от Матфея 1 глава 19 стих Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить ее Анастасия дробот микрофончик у вас не выключен Настя, постарайся выключить микрофон или тихонечко там сидите Толкование здесь она называет праведным того, который имеют все добродетели Иосиф. Иосиф, будучи праведен, то есть добр, кроток, истинен, хотя подозреваемая не только заслуживала обличения, но закон повелевал даже наказать ее Впрочем, Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда Не только не хотел наказать, но не хотел и обличить Не признаешь ли всем мужа мудрого и свободного от мучительной страсти? Вы сами знаете, что такое ревность Посему-то, вполне знавший ионую, пророк сказал Ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения Притча 6.34 И Люта, как преисподняя ревность Мы знаем, что многие лучше готовы лишиться жизни, нежели впасть в подозрение ревнивости А здесь было подозрение, когда дева изобличалась ясными признаками беременности Но Иосиф был столько праведен и чужд страсти, что не хотел причинить деве даже и малейшего огорчения Так как оставить ее у себя казалось противным закону А обнаружить дело и представить ее в суд Значало предать ее на смерть То он не сделал ни того, ни другого, но хотел тайно отпустить ее Он поступил выше закона, обнаруживая свою добродетель Вопросы? Сергей, получается, он нарушил закон? Грешник? Ну вот, получается, что он нарушил И действительно, ситуация непростая И Ревность Здесь Бог говорит о себе Я ревнитель И тут явные признаки беременности То есть тут тоже не подозрение Ну а как тут явно, что Внутри у Иосифа была великая борьба И толкователи нам говорят, что он поступил выше закона А выше закона, какого имеется в виду? По закону, да По ветхому закону Прелюбодеев побивали камнями А сегодня, получается, что даже Прелюбодеев даже обличать теперь не надо Получается, что он даже ее не обличил Жену свою Какое-то тут вот Непонятное толкование, конечно И Трудно совсем Согласиться Но когда дальше будем читать Конечно Тут многое раскроется Тут Главное место-то приводится в толкование Притча 6.34 Ревность, ярость мужа И не пощадит он в день мщения То есть Это нормально Это сказано Не для того, чтобы убивали Жены за ревность А для того, чтобы жены не изменяли Преграда такая Страх И действительно Ну и тут же сказано, что это страсть То есть ревность, она приводит к убийству Да, но И закон тоже повелевал таких Прелюбодеев убивать И мы знаем В Священном Писании места Когда Копьем проколол двух Прелюбодеев И Господь благословил этому убийцу Такие случаи есть А здесь толкователь говорит, что Иосиф поступил выше закона Тайно, хотел ее отпустить Вот Ну я думаю Сейчас еще один стих прочитаем С толкованием Потом можно еще Но Рахиль, у тебя вопрос Что он нарушил закон То есть по закону Он должен был ее заложить Да, если только не ангел Вот И Да так же Сказано Если сын, мод и пьяница Сын Тут жена В принципе Жена даже она роднее получается Чем сын По родственным связям Сына Закон повелевал Закладывать Выведи его И побьют его камнями И все И там Что Вот Но здесь она духовно И вспоминается Вот это Когда женщину Взятую в Прелюбодеянии Взяли Закон повелевает Побить ее камнями Христу говорили И что Христос ответил Кто из вас без греха Первый Брось в нее камень И дальше Что мы считаем И они Будучи обличаемы Совестью Совесть То есть Каждый увидел В себе Грешника И А не судью Вот И никто ее И дальше Христос говорит Иди И я не осуждаю тебя Но Предь не греши Вот А то я это место Как-то спрашивал Тоже Одной женщиной Как ты это место Понимаешь Раз Господь И я не осуждаю тебя Раз Господь Не осуждает Значит Можно Живет там Соседка В гражданском браке Смотрели этот фильм Интересно Осудила Каждый толкует Так как Вот ему Хочется Читаем дальше Матфея 1.20 Но когда он Помыслил это Все Ангел Господень Явился ему Во сне И сказал Иосиф Сын Давидов Не бойся Принять Марию Жену твою Ибо Родившаяся В ней Есть От Духа Святого Толкование Почему Дева Слышавшая Прежде От Ангела Благовестия Не открыла Емусь его И видя обручников Смущений Не разрешила Его Недоумения Почему И Ангел Не сказал Иосифу Прежде Его смущения Для чего Не сказал Говоришь Ты Для того Чтоб И Иосиф Не обнаружил Неверия И с ним Не случилось Того же Что С Захарией Нетрудно Поверить Делу Когда Оно Уже Пред Глазами По Сей же Причине Молчала И Дева Ибо Думала Что Не уверит Жениха Сказавший О Необыкновенном Деле А напротив Более Огорчит Его Подав Мысль Что Прикрывает Сделанное Преступление Тотчас Приводит Ему На память Давида От которого Должен Был Произойти Христос И не Дает Ему Оставаться В смущении Наименованием Предков Напомянув Об обетовании Данном Всему Роду Сказавший Не бойся Показывает Что Иосиф Боялся Оскорбить Бога Содержав В доме Как бы Прелюбодейную Изрекший Имя Марии Девы Ангел Не остановился На всем Но Присовокупил Жену Твою Сим Именем Он Не назвал Бы Ее Если бы Ее Девство Было Растлено Растлено Женое Женое Называет Здесь Обрученую Что Значит Принять То есть Удержать У себя В доме Иосиф Мысленно Уже Отпустил Деву Ее Говорит Ангел Поручает Тебе Бог А не Родители Поручает Жене Для брака Но чтобы Жить Вместе Снею Вручает Объявляя О том Через Меня Как Христос После Поручил Ее Матерь Свою Ученику Так Ныне Поручается Она Иосифу Ибо Говорит Она Не только Чисто От Беззаконного Смешения Но и Зачела Во чреве Сверх Естественно Посему Не только Отложи Страх Но и Возрадуйся Родившаяся В ней Есть От Духа Святого Дивное Дело Превосходящее Человеческое Разумение И Превышающие Законы Природы Вопросы Игнат 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 Вот вопрос У нас Такой Возник Толкователь Говорит Что Иосиф Который Хотел Тайно Отпустить Поступил Выше Закона В чем Вот это Именно Выражается Выше Закона Ведь он Подозревал Ее В измене Закон Повелевал Побить Камнями В чем Вот это А вот Есть Хороший Рассказ Про Мусульман У них Так Кровная Месть Это Всему Меру Известно И Вот Однажды Он На Отшибе Живет К Нему Забежал Старик Забежал Один Мужчина Молодой И Просто Молится Ты меня Спрячь Где-нибудь За мной Гонятся Убийцы А за что Сейчас Не об этом Говорить надо Просто Гонятся За мной Ты отец Не выдашь Меня Он говорит Нет Чего же я Тебя Выдам Такого Молодого Он 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 Толкнул Где-то В погреб Закрыл И Сидит Как будто Ничего Не Знает Вот Они Забегают Там Молодые Вы Такого Не Видели А Что А Ты Ничего Не Знаешь Нет Да Вашего Сына Он Зарезал Зарезал Сына Вашего Он Так Ахнул Сына Кого Убийцу Сына Спрятал По закону Мусульманскому Закон Кровная Месть Он Обязан Был Его Повесить Зарезать И Что Угодно Сделать Он Выше Закона Поступил По-христиански Он Просил Вот Это Было Сиосифом По закону Надо Немедленно Ее Лишить Жизни Он Поступил Выше Закона А Все Дело Это Было Ветхом Завете А Поступить Выше Это По закону Любви Который Практически Можно Было Назвать Христианским Вот Как Вот И Весь Ответ Закон Даже Если Повелевает Где-то А Ты Возьми Еще Где-то Выше И Оно Сразу Будет По-другому Выглядеть Как Ну Конечно Если Он Желает А Если Он Сказал Ты Меня Спасешь Я Потом Зарежу А Он Его После Это Усыновил Ты Говор Теперь Сыном Моим Будешь И Заменишь Мне Сына В Старости И Тот Плакал И Все Время Коло Него От Табелы Похоронил Его И Никто Не Знал Этой Беды Отошел Спасибо Христос Слава Хрису Это 21 Родить Родить Сына И Наречешь Ему Имя Иисус Ибо Он Спасет Людей Своих От Грехов Их Толкование Существа Таинства Подобно Таинства Небудь Будучи Зверем Что Говорю Зверем Какой Человек Такой Человек Хуже Всякого Зверя Зверь Хотя По Природе Дик Однако Часто Посредством Человеческого Искусства Делается Кротким А Ты Изменяешь Природное Им Зверство И Несвойственную Их Природе Кротость А Свою Природную Кротость Изменяешь Вне Естественное Тебе Зверство Дикого По Природе Делаешь Смиренным А Себя Кроткого Природе Против Природе Делаешь Диким Льва Укращаешь И Делаешь Ручным А Своему Телу Попускаешь Быть Неукротимее Льва В Отношении К Укращению Зверей Два Затруднения Препятствующие Их Укращению Во первых То что Зверь Лишон Разума Во вторых То что Зверство В нем Есть Природное Свойство Несмотря На это По избытку Данной тебе От бога Мудрости Ты Преодолеваешь Их Природу Как 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 Преодолевая В Зверях Природу В Себе Самом По Собственной Воле Не Сохраняешь Природного Добра Данного Тебе От Бога Если Б Бог Заповедовал Тебе Сделать Кротким Другого Человека Ты Не Почел Б Его Заповедь Невозможную Хотя И Мог Б Ему Возразить Что Ты Не Господин Чужой Воли И Что Он Не Зависит От Тебя Но Теперь Когда Он Убеждает Тебя Укротить Собственного Твоего Зверя От Которым Ты Полный Господин То Чем Можешь Оправдаться Не Укращая Своей Природы Какое Можешь Представить Извинение Когда Из Льва Делаешь Человека А Сам Из Человека Делаешься Львом Диких Зверей Доводишь До Одинакового С Человеками Благородства А Себя Самого Незвергаешь С Царского Престола Знай Если Желаешь Что Гнев Есть Зверь Лев Посему Возлюбленный Сколько Другие Усиливались Над Укращением Львов Столько И ты С усердием Старайся Соделывать Себя Тихим И Кротким Ибо И гнев Имеет Страшные Зубы И когти Если Не Укротишь Его То Он Погубит Все Добрые Дела Твои Он Не Только Вредит Телу Но Еще Более Расстраивает Здравие Души Поедая Терзая Растлевая Всю Силу Ее Ибо Каждая Страсть Оставаясь В Душе Не Милостиво Поедает Нас Каждый День Лев Когда Насытится Уходит А Страсти Никогда Не Насыщаются И Не Отступают Доколе Не Отдадут Пойманного Ими Человека Дьяволу Я Говорю Это Не Только О Гневе Но И О Всех Других Страстях Кто Какую Страстью Увлекается Тот От Нее И Погибает Мы Увлекаемся Не Одною Какую Либо Страстью Но Постоянно Служим Многим Страстям Или Похищаем Чужое Или Обижаем Или Собираем Неправедное Богатство И Презираем Нищих И Убогих И Ненавидим Ближнего И Предаемся Тщеславию Желая У всех Быть В славе Но Для Души Нет Никакой Пользы От Этой Славы Ибо Она Тщетна Она Потому И Названа Тщеславием Что Ничего Не Приносит Ежели Презришь Всю Суету Мира Будешь Драгоценнее Целого Мира Подобного Тем Святым Которых Весь Мир Не Был Достоин Евреям 2.38 И Так Чтобы Тебе Соделался Достойным Царства Небесного Презирай Настоящее Тогда И здесь Получишь Большую Славу И Насладишься Будущими Благами По Благодати Человеколюбию Господа Нашего Иисуса Христа Которому Слава Держава Бесконечные Веки Аминь Истворение Иоанна Златоуста И Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина Пятый Век Христианства Центр Православия Константинополь Самый Знаменитый Проповедник За всю Историю Христианства Сколько Сетования В словах Архипастыря О позорном Состоянии Его Прихожан С момента Объявления Христианства Государственной Религии Номинальные Христиане Заполнили Церковь Превратив Ее в Зверинец Как говорит Святитель Я не вижу Людей А вижу Стадо Лошадей И Свиней Уже Тогда Духовный Первоапостольский Опыт Обращения К Христу Рождение Свыше Истинный Вход В Церковь Через Духовное Перерождение Во Христе Были Неизвестны И забыты Почти Всеми Остались Механические Действия Крещения И Причащения Правда Тогда И это Крещение Совершалось По канонам Полным Троекратным Погружением Человека В воду А Причастие Мирянам Подавалось Раздельно В руку Тело Христово В виде Хлеба Уносили Домой Самая Трагическая Погибельная Смертельная Ошибка Была Допущена При Императоре Константине Это Неправильный Вход В Церковь Через Механическое Действие Через Крещение 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 Петр Время Когда Оглашенные Могут Присутствовать После Чего Они Выводятся Оглашенные Языдити Произносятся Трижды Громко Во Всеуслышание Согласно Изъяснении Святых Мужей Таких Как Симеон Солунский Диакон Обязан В это Время Тщательно Проверить Нет Ли в Храме Посторонних Людей Остаются Только Верные Допущенные До Причастия После Этого Еще Дважды Будет Возглас Двери Двери И Предверник Снова Обязан Проверить Хорошо Ли Заперты Двери Нет Ли Кого Из Посторонних Отлученных За Грех Звук Этот Остался И Сегодня Великий Святитель Иоанн На подобном Сегодняшнем Действии Говорит Что Это Всего Лишь Звук Водящий Других Заблуждений Ничего Не Значащий Если Бы Сегодня Была Поставлена Задача Соответствовать Тому Что Написано В Новом Завете Тому Как Это Истолковали Святые Мужи И Чтобы И Чтобы Непременно Это Было Выполнено Они Просто Сотрясали Воздух Диаконским Языком И Добавлено Что Литургию Нельзя Совершать Без Выполнения Этих Слов То Положа Руку На Сердце Пред Богом Мы Должны Признать Что Бескровная Жертва Сегодня Сегодня Жи Прекратится Почти Повсеместно И В Девяти Ста Девяносто Девяти Храмах Из Тысячи Быть Может 1 Коринфянам 9 26 И Потому Я Бегу Не Так Как На Неверное Бьюсь Не Так Чтобы Только Бить Воздух Как Проповедях Иоанна Златоуста Так И Втолкованиях Блаженного Хефилакта Очень Зримо Представлено Что Крещение Уже Тогда Стояло Не На Своем Месте Что Его Совершали Над Посторонними Людьми И В их Словах Очень Ясно Видно Что Они Ничего С Этим Поделать Не Могли Уже Тогда И Горько Об Этом Сет Вали А Выход Был Как И Сегодня Произвести Полную Перерегистрацию Церкви Все Начать С Нуля Непрерывная Проповедь На Учение Постоянно И Всюду И Начать Запускать В Храм Только После Искреннего Обращения Ко Христу 2 Тимофея 4 2 Проповедуй Слово Настой Во Время И Не Во Время Обличай Запрещай Увещевай Со Всяким Долготерпением И Назиданием Комментарий Окончен Вопросы По Прочитанию Есть Мне Можно Такой Вопрос Но Добавить В Комментарии Угнатия Тихоновича Лапкина Прозвучала Мысль На Комментарии Иоанна Златоуста О Вот Этом Неправильном Входе В Церковь Вот Мне Кажется На Сегодняшний День Вообще Должны Запретить Это Младенческое Крещение Потому Что Если Оно Ведет К Упадку И К Обмерщению Если Оно Ведет Того Что Люди Приходят А так Похристили Потом Их Там Вообще Их Не Не Растят Этих Детей В Христианском Воспитании То Есть Это Крещение Приводит Только К Сегодня Нужно Запретить Но На Таком На Архиерейском Соборе То Есть Когда Архиереи Епископы Подпишут Это Священники Тогда Уже Не Смогут Совершать То Что Они Хотят Как Вам Кажется Было Правильным Сегодня Это Действие Если Младенческое Кречение По Сути Сегодня Ведет А Вот Оно Произвело Эту Толпу Сегодня Совершенно Формальных Номинальных Неверующих Православных Христиан Игнать Тихонович Если Так Подходить То Мы Найдем В каждом Таинстве В каждом Действии Что Что Не Так Делается И Из Этого Сделать Заключение Тогда Полностью Отменить Есть Так Что Привозили Библии Заходили В Учреждение Спрашивали А Сколько У Вас Сотрудников Да У Нас Немного Отвечает 500 Человек Они Сразу Говорят Можно Вам Библии Оставим 500 Библии Оставили Проходит Год Второй Пять Человек Взяли Остальные Библии Лежат Уборщица Говорят Мне надоело Перетаскивать Директор Еще раз Обил Кто Будет Брать Никто Завтра Погрузили Машину На свалку Выбросили Если Исходить Из этого Прекратить Печатать Библии Прекратить Раздавать Вот Даже Я уж Не о ком Что Крещение Детское Сегодня Оно Абсолютно Неправильно Делается Его Нельзя Отменить Потому что Обрезание Прообразовало Крещение А обрезание Было Восьмидневном Возрасте А это Был Образ Для нас Об этом Даже Говорить Нельзя Но Крестить Только у Тех Которые Сто Процентно Заявили О себе Молодые Люди Что Они Христиане Посещат Постоянно И Воспитывают А Запретить Никак нельзя Во-первых Тогда У нас Библия В руках Развалится Уверовал И весь Дом Его И далее Апостол Павел Колоссян Говорит Вы Обрезаны Вы Уже В Новом Завете Обрезанием Христовым Будущей Крещеной Прямо Называют Это А Восьмидневный Ребенок У евреев Он Ничего Не Понимал Не Можем Мы думать Что Они Были Умнее Сегодняшних Детей Нет Конечно А стоял Такой Вопрос Нет Никогда Не стоял Если Не будет Он Обрезан Да Будет Душа Предана Смерти Так Он Не Понимает Все Вопрос Сказанный Вытаскиваю Ребенка За ноги Об Столб Так Что Никак Прекратить Сначала Чтобы Люди Обратились К Богу Вот Наши Семья Семья Были Крещены Мы Неизвестно Кем Были А В страхе Держали Даже У нас Не было Присчастья Потому что Без поповства Было А страх Был А почему Отверждение Двери Иначе Дети Ваши Были бы Нечисты А теперь Святы Дети Значит У них Два варианта Быть Нечистым И святым Первая Коринфян 7.14 А почему Одна половина Верующая Ну и что Мартин Люкер Объяснял Что Неверующий Ничего Не может Сделать Как В советское Время Бабки Дом Он Первый Секретарь Райкома Партии А бабка Крестила Ушла Она На дом Пригласила Священника И он Покрестил И они Растут Растут Как будто В пионерах А все Что-то у них Не так Идет Не так А сегодня Они уже Совершенно Верующие Люди Значит Подойти Нужно Абсолютно Правильно Согласно Слову Божию Только У верующих Глубоко В верующих А священник Это должен Знать А с улицы Заходят Крестные Должны Глубоко Верующие Люди Глубоко То есть Погруженные Как говорил Серафим Саровский Ум должен Плавать В Евангелии Во всей Глубине Вот такой Ответ И к этому Пришел И Осипов И Смирнов Что сегодня Абсолютно Везде Ну может быть Где-то Неизвестно Крестят Правильно А остальное Ничего это Не дает ему А он В стадии Верующего Все творит Теперь приходит Время Он уверовал Вот приехал сюда Человек Вот в этом Месте Где я сейчас Сижу Ну он думает Священником быть Я говорю А когда ты крещен Да когда крещен Как всегда В восьмидневном Возрасте А уверовал Когда А уверовал Всего только лет Может пять назад А ему уже Тридцать пять лет Теперь Ты знал Женщин До Своей законной Жены Да как Я говорю Женился Несколько раз Женился Да разводился Из седьмой главы Первой коринфы Не вылазит Все разговоры Так вот Это ты делал Все Скажи А тебя приносили К причастию Конечно Приносили Значит ты христианин был Да Значит ты в стадии Христианина Был блудник Удивленно смотрит Ну а как тебя назвать По другому Ну прелюбодеем Назови еще строже Как ты можешь быть Священником И что теперь Никак нельзя Ну ты отмечай на вопрос Ты был христианином Да А теперь вырос Когда Теперь ты уже Наблудился И все что надо Не надо делал А теперь Священники Если у тебя был Хоть один раз Где-то Шаг Ты тоже уже потерян Даже Если женился И она была уже Не девственница Ты не можешь быть Священником Если женился Она девственница Ну была артисткой Недостоин ты Вот эти правила Надо выполнить А они где-то Выполняются Выполняются Они есть Эти правила Вот так Весь ответ Игнат Тихонович Тогда Для тех Скажем Молодых Людей Которые приходят В церковь И потом У них рождаются Дети И потом Они крестят С младенцами Для этих людей Нужно вести Обязательную Катахизацию Которые Наверное Сегодня Очень мало Происходит Как вы говорите 500 академических часов Или что-то такое Если люди Противятся Это проходить И спешат К окрещению Значит уже Что-то не то Подозрение Почему они хотят Креститься Зачем им это надо Не магическое У них Представление Что Они получат Талисман Некой удачи В жизни И у них Как бы Что-то У них Все будет хорошо То есть Эта Катахизация Она по сути Наверное Сегодня во многих местах Отсутствует Если священники Мы не знаем Но Писание Говорит так Туда войдет Только то Что свято И церковь Святая Непорочная Они и в церкви Без крещения Нельзя быть Церковным Человеком Я видел По-настоящему Верующих И какие у них Растут дети Но они Верующие У меня в лагере Были такие Они Как правило Стали священниками Из священнической Среды Вот так Игнать Игнать Игнатьич А если вот Человек Учился В ГИТИСе На режиссера Там актера Потом Практиковал Некоторое время В театре Видимо там Режиссер Где-то может Актером Подработал А потом Стал священником Ну он вообще Может быть Священником Такой человек Может Потому что Есть люди Которые Прямо на сцене Уверовали Такие есть В священном писании Это В житиях святых Неоднократно Он начинал Показывать Как христиане Молятся Крещение А потом Во время Представления Кино-то не было А был театр-то И он Уверовал Люди не поймут Что он думает Так и надо Это По режиссеру А он уверовал Его казнили А если бы он Стал священником Ну все С него снято Речь идет О том Что в стадии Крещения Когда он был Все это сделал А вот бывает Двоеженство Не допускается Не допускается Двоеженец Одной жены Но получилось так Что Он Когда был неверующий У него была жена Потом развелся Можно или нет Под вопросом Решает архиерей И Ходотайство За него Было показано И все Я Участник этого События Его поставили Священником Но он не платил Алимент Он Договорился С женой Перечислял Ей деньги Хороший Человек Очень И он Хотел быть Священником Из протестантов Притом Игнат Один Он Трактор Поставил А трактор На тормозе Стоял Ну а его Дитё было Тут же я Яму копал И трактор Когда двинулся Уже нельзя было Остановить Он его в яме Задавил А он Священнослужитель Все Больше он Священником не стал Священнослужителем Он перестал быть Сразу же Просто если я не ошибаюсь Только вот Романов Такой Некий Старец Ну я его в кавычках Назову Вот На Урале Там есть Ролики Ходят о нём Он Начитку делать Жёсткую Причём Там просто Я не знаю Спокойно Невозможно Всё это смотреть И вот он Осужден был За убийство Сейчас он Некий такой Раскрученный Распиаренный Старец Вот о нём Я Спрашивал Ну а когда он Был убийцей Когда был Некрещеный Грехи Все смываются Ну вот это Надо выяснить Вот А если он уже В стадии крещения Было То даже думать Об этом не надо Даже нечаянно Задавил там Ребёнка Всё Священство Теряется Поэтому Мы говорим Что батюшка За руль Никогда не садился Сегодня мы видим Вот едет Он двоих Сразу задавил И всё Священником стоит Это все Каноны попраны Вот так Игнать Тихонович Ещё Добавить хотел Вот Кресец Блондейцев Чтобы Как бы Младенец Он Он Участвовал В таинствах В церкви Да Таинство Причащения Да Чтобы Младенца Можно было Причастить Вот У православных Причащают Младенцев А у католиков Я знаю У них У них По моему Там где-то До восьмилетнего Возраста Вообще Не причащают Первый раз Наверное Там у них Восемь лет Только Допускают До причастия Вот Как вот Католическая Это практика Пусть они покажут Хоть одно место Писания Которое Говорит До восьми лет Он может быть Народом Израильским Нигде нету Нету Только восьмидневное Написано Мы можем сказать Вот человек живет И кое-какими событиями Ну он руководит Есть такие Чтобы не нарушать Ни субботу Ничего Что Там Какое-то событие В жизни его Когда свадьба была Но есть Два момента Ну потому что Женщина может родить И в пятницу И восьмой день Будет как раз На субботу Через неделю А раз Обрезание Поэтому золотолуц Говорит Надо дрова Надо воду разогревать Там все остальное Что для этого требуется Не просто подошел Чикнул Значит суббота Нарушалась Да нарушалась Но были моменты Которые Люди не знали Вот Никто не может сказать Когда он родится Никто Если это Ну высчитывали Как врачи говорят Где-то Смотрят все Ошиблись То есть От нас это не зависит Рождение И смерть При смерти У него рак Уже в последней степени Его вынесли в коридор Даже уже Все закончилось Жизнь твоя Кончилась И вдруг Через несколько дней Он просит Поесть Поел Встал Вот так было С Александром Исаевичем Солженицыным По сегодняшний день Это является тайной Никто не знает Я знаю Из были Легенд Легенд Востока Там Описывает Такой Случай Он Зажиточный Был человек И слуга При нем Был всегда Он всех Врачей Обходил У него Внутри Все уже Кажется Сгорело И врач Самый знаменитый Ему сказал Осталось жить Только два дня Ну и все Два дня Два дня И вот он Со слугой Ушел А слуге Сказал Ты купи молока Может у меня Будет желание Ну и Слуга-то сидит Сосуд открыт И холодное молоко Надо нагреть на солнце А он прилег И Тень подвигается Дальше Он на солнце Он проснется И опять Подвинется Опять в тень И Часа четыре Он так Елозил на земле А потом Проснулся И говорит Дай-ка попить Попил Выпил Так говорит Хорошо стало А ну еще Дай Еще выпил И уже через неделю Он все ел Но Он понял Тот врач Не очень хороший Как же он мог ему Рассказать Два дня Он является И Здравствуйте А вы откуда взялись Вы же должны были умереть Вот я и знал Он говорит Нет Лекарство есть одно Но его нельзя сделать Я знал Ну теперь можете Говорить Говорите Какое лекарство Где я его взял А вот какое Что человек Больной вашей болезнью Должен Пропариться На солнце А потом Чтоб ветер обдувал его Как под яблоняй Потом опять охладеет А потом опять И не менее пяти раз А после этого Надо чтобы молоко Подошла Змея Кобра Выпила И сблевала туда С ядом И он это Выпьет Вот только тогда Тогда у него вся внутренность Там как шкура слезет Он засмеялся Ну что придумывать-то А слуга Глаза раскрыл Подходит и говорит Это так и было Я видел Она подошла Когда сблевала Я хотел Вылить молоко Подумаю Чего мучиться тебе-то уж Выпьешь На день раньше умрешь Так и было все Вот лекарство какое Достать надо Чтобы вот так все было У нас не столь запутано С крещением Должны быть верующими Абсолютно Никаких претензий нету И ребенка Тогда крестить А потом наблюдать за ним Вот у нас 506 свадеб прошло 506 В одном Покровском соборе И они статистику Вот и написали в газете А теперь спрашиваем Сколько человек развелось Да кто их знает Мы тут 4 священника И все венчали Ну хоть у одного Вы были дома? Нет И главное Один Николай Три Михаила священника Я гляжу Патриарх Кирилл об этом говорит как раз Ему то ли известно стало То ли что Я не знаю И он говорит Почему же вы ничего не знаете Просто отмахал Деньги взял И все Все обман Сущий обман везде А что делать? Плакать и молиться Учитесь плакать Поститься Молиться И уметь молчать Взять на себя обет молчания Не выскакивать Молиться Павел Павел 3 года где-то был Потом появился Считается в Аравии был Это в пустыне Пока Во всех тонкостях Не разобрался А тут ничего не знает Каждый раз выскакивает То с вопросами То Сами себя не уважают Ответ должен быть Абсолютно точный Что я говорю Что ребенок Должен быть в 8-дневном возрасте Это говорит Вся история еврейского народа Начало Авраам Восьмой Не девятый Не десятый И церковь постановила Тогда Потому что это был прообраз Прообраз Я задаю сектантам вопрос Скажите Вы помните Когда Из плена Перестимского Коровы Телки Везли Ковщик А жители Бевсомиста На полях жали И они решили Заглянуть туда Ну да А что они сделали Как баптисты Иконы рубят Бросают Плюют Они это делали Нет А что они делали Они посмотрели И далее написано И не порадовались Бог убил из них 50 тысяч 70 человек Это при Сталинградской битве Даже Могло не быть столько В один день Вопрос Скажите Баптисты За что их убил Бог Что они сделали Они отвергали его Нет Ну Они слышали Что там Святыня какая-то Окон нету Одна комната Святая святых Ну хоть заглянуть Это что там Божество лежит Скульптура какая А там только скрижали Лежат Теперь я спрашиваю Баптистов Ну вы поняли Они ничего не понимают Притом не один За 55 лет Я говорю Скажите А скрижали Для чего они носились С собой Зачем они нужны им Алло Так вот это ну и есть Слово Божие Вначале было слово И слово было у Бога Скрижали Указывали на Бога Как золотая дощечка Которая была У первого священника А ковщик указывал На кого Где внутри Внутри кого он был Богородица Преснодева Мария Вот что А вы ее хулить И у нее дети были То другое Говорите Вас Господь на это Как раз и поймал Вы не знаете Бога Ковщик указал На Божью Матерь Ну на Божью Иисуса Христа Вот как дело обстоит Они после этого Не спорят Ни разу Тоже отвечают Ни разу Господь говорит Когда ты точно Поясняешь То есть сила Словес Такая что мы ее Понять никто не можем Вот Сатана три раза Приступил И Христос ответил Три раза И три раза процитировал Он самый автор Библии Он мог бы сказать Как-то по-другому Ты не знаешь Зачем говоришь Или что такое Он ничего не говорит Написано Заметьте Три раза Написано Я долго размышлял Об этом Почему И однажды Я как бы Как бы увидел Увидел в фильме Моисей Когда Бог дает ему закон То идет как Лазерный луч Вокруг скалы И дальше перед Моисеем Оплавляет и падает Ну допустим Если бы там Возг был Или Пластилин Вот так Скала плавится И это скрижали Он потом принес А потом уже и разбил А потом пришлось Самому высекать И вот эта Сила слова Она прожигает Противников Сатану И он ничего не мог сказать А что ты цитируешь Как говорит Цитатник Маузе Дуна А за это еще ответишь Надо научиться Пользоваться Абсолютно точно Местами Писания У нас был недавно Потеряевский человек Он Писание Брал в руки Ни разу Точно не приводит Он не знает Куда его приставить К месту Не к месту Лепит и все Почему? Нет мудрости У сектантов Мудрости Толкования нету Им не дано Простые вопросы Я с ними беседую Не знают как Просто так Помню как-то В одних Беседах То ли они назывались Какое-то название У них там Преститериане Или кто-то И был среди них Их епископ Но я приехал В этот город И беседовали Молодежь Много полная комната Все за столом Все пишут И мы стали беседовать Я стал отвечать на вопросы Излагая по священному Писанию Я не знаю Может 3-4 часа Мы закончили Только Ночи Он подошел Тогда ко всем Ну как Против Кто говорит Нет что Надрали нам задницу Немного погодя Он принял крещение Стал православным священником А ничего там особого не было Там было особое Место Слово Божие Сказанное к месту И вовремя Потому что Я когда ехал куда-то Молились все Моего там Ничего не было Они на руках Молитвы буквально несли И Господь такое показывал Это Бог делает Так Живая молитва Живой человек Живой Бог Вот это нам надо добиваться И тогда никто не будет спорить Детское крещение Было и должно быть А католики Это конфирмация Как называют Они никаким образом Не могут подтвердить 8 лет Нигде нет этого Это человеческое Я православный Поэтому я объясняю Согласно Библии и канонов Все У меня еще есть вопрос Насчет младенцев Можно если есть время Или уже вопрос ответа Да уже Да уже подошло Давай ладно Значит Церковь научает нас Готовиться Ко святому причастию Да Даже есть в молитвословии Такое последование Ко святому причащению Которое каждый православный Должен вычитывать молитвенно Вечером Перед Перед святым причастием Ну конечно Там еще соблюдается Что он не вкушает До утра ничего Это все натощак делается Ну главное Что он должен Вычитать То есть как бы Подготовить себя И вот местописание Как раз написано Вот у Апостола Павла Первое Коринфянам Одиннадцатая глава Я вот зачитаю Кратко Поэтому Кто будет есть Хлеб Сей Или пить Чашу Господню Недостойно Виновен Будет против Тела и крови Господней Да испытывает Жи себя Человек И да И таким образом Пусть ест От хлеба Сего И пьет Из чаши Сей Ибо Кто Ест и пьет Недостойно Тот Ест и пьет Осуждение Себе Не рассуждая О теле Господнем Оттого Многие из вас Немощны И больны И немало Умирает Ибо Если бы Мы судили Сами себя То не были бы Судимы Будучи же судимы Наказываемся От Господа Чтобы не быть Осужденным С миром Тут Тоже Написано Чтобы мы Испытывали Себя И Принимали Чашу Господню Достойно То есть В размышлении На тело На тело И кровью Господа Иисуса Христа А как У меня Вопрос Насчет Младенца Младенец Еще у него Разум не проснулся Ему Вот эту ложечку Суют в рот Священник ему Иногда Даже Я вот так Наблюдал Он даже Не хочет Ее И он Начинает Из себя Ее Как бы Ну как Обратно У него Все это Выходит Ему там Этой ложечкой Приминать Чтобы Не Давай Чтобы тебе Туда Зашло И Ну Вот такой вопрос Насчет Младенцев Они же Не рассуждают Над Телом Кровью Господнем Не если Это Как бы В осуждении Может быть В этом В этом В этом Деле Католики Правее Оказываются Православных Когда Они Только Восьмилетнем Возрасте Допускают Или же Все-таки Православные Правее Потому что Младенец Он не Рассуждает А иначе Как может Принимать Достойно И вы не Рассуждаете Вы зачем Рассуждаете Если Бога Боитесь Вам не надо Рассуждать Надо Исполнять Потому что За этим Стоит смерть И душа Та Истребится И весь вопрос Снятый Ты хочешь Чтобы Ребенок Твой Был Истреблен Нет Поэтому Все вопросы Отпали Еврейский Ребенок Так же Ничего Не понимал Но участвовал В пасхальных Трапезах А зачем Зачем Тебе спрашивать Когда Бог Повелел Он Законное Чадо И он Вступал В завет С Богом А какой Завет Ребенок Восьмидневный Тебе Зачем Эти слова Говорить Бог Сделал Так И никаких Ответов Быть Не Может Вот Жена Допустим Есть такие Матвиенко Она Там Такую Должен Занимает Генерал Может быть Лейтенант По военному Положению Где-то А другой У него Полковник Только У Жириновского И однако Она Ниже Его Если Они муж И жена Вот такие Разницы И он умнее Ее Во много Раз Несмотря На это Она должна Назвать Его Господин И без Воли Его Ни шагу Написала Письмо Пока муж Не поставит Аминь Не отсылать Бог Установил Этот порядок Это не доказательство Почему А Павел Говорит Потому что Не Адам А Ева Престиж Испала Преступление А причем Ева Ко мне 7500 лет Я какое отношение Имею к ней Рассуждать не надо Уже все Он сказал Павел Это Ева Однажды согрешила Виновны все женщины Искончил Вопрос Ничего больше Не надо Бывает так Что какие-то еще Рассуждения Думают Смотри Что Бог Совсем ум не отнял Потому что Потому что Вторгаться Недосягаемое Это безумие Это Божий План Можем так Сказать И все Здесь Вымерено Как говорится О детях А он Ребенок Другой Другой Получает Наставление А ювенальная Лисица Отнимет А у тебя Думать не надо Наказывай Чаще Не жалей Розги А он Пожалуйста Меня посадит Как Козловых Александра И Людмилу В Америке Кажется Семь ребятишек Последнему Было две недели И дочка Одна Пожаловалась Что ее мать Наказала Их Посадили Посадили Лет на семь Дали Там Баптисты День и ночь Молились Группами Собирались Ничего не помогло Как Выпустили А не украинцы Теперь езжай Домой Он Как будто бы Нужно Чтобы признал Ином Себя Тогда выпустят А она до конца Выставила Людмила Они мне звонили Все время Чтобы помолился А я обещал В общине Говорил своей Так они баптисты Они страдают Для меня уже Теперь кончилось это Что я говорил Баптисты Еретики А она страдает По человечеству Духовные вопросы Мы отдельно разберем И мы все время О ней молились И о нем Вот А если так Так и меня могут посадить Вот об этом Думать не надо Зачем думать Человеческий закон Райана Или выше божественного Нет конечно Божественный закон Говорит Ты хочешь Чтобы после Утешаться тобой Дочери Не показывай Веселого лица Сына Чаще наказывай Не возмущайся Криком его Вот весь ответ Нам не надо думать Нам надо Выполнять Ответ Ответ кончился Немножечко добавлю вам Что это Вы правы Действительно С закон Судом Мы должны Просто Исполнять А вот Наше время Да И вот человек Тоже Рылся Рылся В Библии Что-то И мы Этот Все Рылся 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 И результат Все Сошло С ума Теперь То есть Не зря Вот это Как бы Не поверя А вот Такое Что Не читай Библию А то С ума Сойдешь То есть Это Как За детей То есть Закон Создан Ну Как Сказать Просто Не знаю Как И Отчество Не знаю Создан Закон Это Равностейно Что Идти Против Бога То есть Против Закона Против Бога Понимаете И все Вот С чего Смотреть Если Ты Православный С чего Ты Смотришь На Католиков Если Православный Такой Закон И все Аминь Аминь Понимаешь Ну А Ему Вот Библия Что-то Там Раз То 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 И все Перебирал 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 Тем более Еще В университете Учился То есть Так сказать Грамотно Ну И не нравилось То 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 И все Рылся 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 Ну И результат И все А это Вот же Человек Не помню Имя Отчество Еще Сказал Все Закон Создан Закон Все Аминь Соблюдай У кого Другие У него Библия Пожалуйста Задавайте Вопросы Иногда Спрашивают А выполнить Заповеди По отношению Друг к другу Кому легче Жене Или мужу Понимаете Как Вопрос Стоит Намного Намного Легче Жене Потому что Он ей Глава Ей тут Думать То не надо Он Четко Ясно Выражает Ей мысли Сиди Дома Сегодня Никуда Не ходи Да у Подруги День Рождения Повторяю Еще Один Раз Все А ему Бог Христос Глава А что Христос Говорит Вы думаете Просто так Узнать Это сколько Надо и молиться И постись Чтобы Голос Божий Слышать И Дальше Если еще Рассуждать То как Ей да на запад Послушание Она Зубами Скрижищет Она Против Послушание А может Совсем Другое Люби Она На нее Уже И глядеть Не хочется Сколько Она Пакости Наговорила Унижала Его А запад Осталась Целости Люби Люби Это не Послушание Я могу Слушать Даже Нужны Никакой Нету Но Любить Это Все время Надо На взводе Держать Душу И молиться Не потерять Связь С Богом Только Вот Посмотришь На это И видишь К немощному Сосуду Насколько Легше Ей спасаться Чем мужчине А люди Думают Ой Она мне Подчиняется Я теперь Все Нет Все Не так Считай Крейсера Соната Льва Николаевича Толстого Лучшего Произведения В мирской Литературе Я не знаю По форме По теме Женить Это даже Фильм поставлен Там Янковский Играет Олег Игнать Тихонович Я услышал Ваш ответ Я просто Поразмышляю Насчет Конфирмации Да Мне конечно Также Закрался вопрос Расспросить У католиков Чем они Ну таких Которые Богословие В своем Там Разбираются В учении Как католическая Церковь Преподает Догматы Христианские Как там У них Надо будет Расспросить Обязательно Насчет этого Чем они Руководствуют Ты себе Только Пасай по дну Если они Верующие Они ничего Не должны Объяснять Они обязаны Выполнять Восьмидневный Написано И оно Прообразовало Крещение Все Два стиха Только берет Они не могут Сказать Не на один стих Если Обрезание Крещение Не связано Да почему Восемь Почему Не восемнадцать Тут Рассуждать И спрашивать Нечего Зачем Эти навороты Делать Это Осквернение Для ума Человеческого Бог повелел И человек Ответил Да будет По слову Твоему Да будет Мне По слову Твоему Все Дядя Тихонович Вы же Сами Так Научаете Тоже Вы же Как бы Всегда Говорите Вы не ставите Как вот Многие Как сегодня Православные Говорят Только Православная Церковь Она вот Даже из всех Исторических Церквей Которая Имеет Апостольское Приемство Только Она Самая Правильная Верная Истинная Все Другие Все Другие Они Как бы Имеют Ереси Поэтому С ними Мы не можем Быть Но Вы Как Даже Говорите Насчет Перст Крестного Знамени Католики Правее Оказались Да Вы даже Сами Допустим Я еще раз Говорю Где Можно Там Мы так И говорим Меня в этом Никто не упрекнет Что я Ресемерия Тянул в православие Но крещение Всегда было С полным Погружением Мы Умерли Умерли И все Святые Отцы Которые Были Вместе Четвертый Век Еще до Разделения Это было Семьсот Лет И все Одинаково Говорят Кирилл Руссо-Римский Ангел Златоустом И Блажен Только троекратное Полное Погружение И выныривая Из воды Мы рождаемся Выныривая Слово Стоит У католиков Где оно Они заразили всех С этим Не можем Согласиться Бритые И прочее Мы не можем С этим Согласиться Это не то Что это Прома Антихристианская Но сказать Они Эретики Я умолчу Вы от меня Не слышали Чтобы я Когда говорят Эретики Я говорю У нас Нисколько Не меньше Заковых Таких Есть Но вопрос О крещении Даже Или причастие Вот у нас Неправильно Что Неправильно Как Оно Есть причастие Но Господь то Подавал Как Отдельно хлеб Отдельно вино Это Вместе Стали подавать Чтобы волшебникам Не попадало В руки Анзлатоуст Сделал А ничего И так достают Ничего Сделал А где Про обладки Вообще Не говорится Они лишили Народ Крови Христовой Как Тючев писал Прояна Гуса И кровь Христову Он отстоял Для них Большое стихотворение Гус на костре Мэй Написал Мы Если правильно Говорят Мы там и говорим Да Они тут правы Они правы Сектанты Выбросили Одиннадцатый книг На каком основании Давай какие-то Переводы делать А знания Это Крохотулька По словарю Ищет Игнать Тихонович А у католиков Тоже 77 книг В ихней Библии Да Что у них В католической Библии Тоже 77 книг Как и у православных Не могу сказать Когда мы пытались Здесь узнать У него священника Он долго не отвечал Долго А они теперь как Вот там Вот если у меня Я ролики выстоял Недавно Три ролика Щелокоубийство И ложь Католицизма Или гордость там Ватикана На основании Вот недавно Посмотри ролики Посмотри Это мои материалы Которые я написал В больнице Ночью Едва видя лист Просто Это два больших материала И третий Фатимская трагедия Вот где они там были Что от Бога Она о России говорила Это от сатаны было все И все это доказано Вот три ролика у меня К истинному православию В книге они есть Мы не можем с ними согласиться Не то что согласиться Даже это дико и страшно Какие вещи И как они что делали Там все По исторически По папам По всем показано У меня на книге было Более тысячи страниц в ней Зыкин автор Вот если они Католики в чем-то правее Вот в этом вопросе Я показываю То да Надо исследовать Я ими Этими Как назвать Верой Религией Специально занимался Смотрел И мы спрашивали Здесь был отец Роман Ты его Фамилия такая Поляк был И Мы говорили Сколько Постов у вас Он не отмечает Почему не отмечает Потом он сказал Что у них пост Вот у нас Допустим 365 дней в году Больше половины Больше чем 180 дней Пост Больше А у них Один день Один день в году Когда у Израиля Было 4 дня 4 поста У Израиля было Это у меня Пост Там все это описано И все места эти Указаны в Библии И он не отвечает И не отвечает Мы задаем А он не отвечает А потом мы узнали Отвечать оказаться Нечего было И у него нет поста Нету А нужны ли эти посты Кому как Кому говорит Что доктор прописал Я все время подчеркиваю Посты православные Они не евангельского строения Но они и есть Я православный Все Вопрос снятый Я выполняю И никому не навязываю А если сейчас Соборно отменят Пожалуйста Пусть отменяют Я все равно буду соблюдать Я православный А мне нравится У католиков У католиков Этот пост Один день Это перед Пасхой Пасхальный получается Один день Да Да Как они говорят Я заряжал Сколько раз Вот сейчас И то Нет ничего Почему нету У нас Каждый пост Расписан Вот у меня Возьми К истинному православию Книга Заряди просто Игнатий Лапкин К истинному православию И там оглавление Это выскочит И о посте Все о посте Ветхом Новом Все посты По дням Расписаны Куда попадают Сейчас Петров Пост А бывает Он попадает Раньше Такого числа Что можно Что нельзя Среда Пятница Это древний устав Большой называется Устав Из церковного Славянского Переводил Специально И которым Пользовалась Вся Россия У меня там Все уставы Взяты Рыбу Можно только Два раза В время Семи недель Великого поста А рядом Соловецкий монастырь У них Круглый год Написано Сущие Сущие Не знаешь Не переведешь Это сушеная рыба Рыба У них ничего Больше нету Видишь как мудро поступили Настолько мудро Все составлено Вот Особенно Один канон Такой Жена Впала В прелюбодеяние Но муж То не знает Но она Где-то не устояла Где-то что-то Там как-то Ну впала И она пришла На исповедь Священник говорит Я ничего не могу сделать Она говорит У меня муж Ревнивый Он сразу меня убьет Решает Епископ Очевидно Тогда правила Ввели новое Она стоит Не наружу А прямо в храме А это четвертая стадия Кубнастояния А ей Семь лет Надо Стоять Там И девять лет Она стоит здесь А муж То не всегда бывает Он и не знает Когда она Прещищается Или что И никто не знает Она не Прещищается Пока не Кончится срок Вот как Щадящий режим Избирает Церковь Как любящая мать Я не знаю У католиков Есть это или нет Потому что они все Добавляют Добавляют Такой-то собор Признал Богородицу Бессеменно Зачатой Папа Непогрешимый Вопрос Акдогматики У православных Нет этого У нас Застывшая форма Почему Потому что Шестой Вселенский Собор Вторым правилом Уже Приговорил Всех Кто будет Что-то менять И они тогда Были вместе И расписались В этом католике А потом все Попрали Я неужели скажу Что они правы Нет Никон Слово к истинному Духа Святого Господа Истину Выбросил Кажется Более важного Слова нету В символе Верии Кредо Выбросил Значит он не истинный За этим Сколько всего Кроется Мы сразу Когда Община Образовывалась У нас был Епископ Здесь местный Черноморский И мы Письмом Подали прошение Чтобы у нас Всегда считалось Мы считаем Так это уже Принято В 70-м году Московская Патриархия В 72-м Что равно Спасительные Книги И догматы Со старобрядцами А у них Так и сохранилось Так сохранилось У нас Так и считается И когда приезжает Местный Метрополит Служба идет А дьякон Привык И Духа Святого Господа Животворящего Господа Истинного А он стоит Тогда И дальше Подхватывает Пропускает Слово 3 Мы ввели Все Что поистине Должно быть Поистине Это выполнимо Вот сейчас Виталий Калиников Выставил Тут 4 ролика Второй Первый Не могли Выставить Но я на втором Показал Где он Выставлен О церкви О причастии О крещении Это у него Больше будет Их там Роликов Очень Хорошо Составлено И показано Крещение Как вниз Головой Кувыркает Чтоб только Голову задело Потом на ноги Голову А ребенок Сухой Совершенно Эквилибристы Священники Там делают Патриарх Держит ребенка Под мышкой И рукой Мокрой Патриарх Кирилл Давай Достаточно Его Чтобы уже Извергнуть Тесана 50 апостольское Правило Но его Не извергли И вы его Признаете Да Признаю Именно в этом Вопросе Нет этого Слова Экономия Но в этом Вопросе Рассуждать Дальше Нельзя Постановили Если я узнал Точно С троекратным Полным погружением А тогда вопрос А его Который Рукополагал А тот Может быть Краплением Сказали В этом Вопросе Дальше Не рассуждать Почему Дальше Начинают Только споры И неправда И почему Так Любящая Мать Церковь Наша Святая Православная Вот такой Ответ Игнатий Тихонович Можно Вопрос Конечно В первой Книге Царств Пророк Самуил Говорит О грехе Непокорства Что он равен Греху Волшебству Скажите Вот Более Глубже Это Непокорство Господу Можно ли Это Отнести Вот Женщина Не хочет Носить Платок Да То есть Она Непокоривая То есть Этот Грех То есть Тоже К ней Это Относится Я Отвечать Не хочу Потому что Вы Сразу Соблазнитесь Как я Отвечу Вы Слабые Для того Чтобы Выслушать Ответ Поэтому Делайте Как вам На совести Лежит Потом Где-нибудь Если Встретимся На ушко Или переменяет Веру Я учу То есть Как учу Я говорю Просто Я не учитель Муж У тебя Один Да нет Сын Тоже С ним Вместе Ну Сварите Суп Все И ему Скажи Сегодня У нас Пост Начинается К мясу Я не Прикасаюсь Деньги Ты сам Знаешь Где Лежат Покупай В суп Клади Мясо Доваривай Я буду Варить На всех А ты Здесь В это Уже Сваренный В кашу Добавляй Своё И всё И на этом Я говорю Он не будет Пока Ни одного Сущего Не было Мужик Соглашается Понимает Какая у него Умница Жена Она не хочет Ссоры Она его не отталкивает Она молится Но она Женщина должна Понимать Главное Что она Это делает Ради Христа Ради спасения Я про одного Читал Это там Богослов Называют Миролюбов Он говорит об этом Она Ей приятно Было Муж у неё Высокого Роста Такой Но он Участвовал В атеистической Пропаганде В обществе Знания Везде Такое Было Но он На себя Был Действительно Мужчина И она Всегда О нём Молилась Чтобы Господь Обратил Его И тогда Она Явится В храме Ей Помогали Сёстры Молились Спастились За него Её Юра Уверовал Уверовал И она Рядом С ним Как царица Будет Но оказалось У него Болезнь Тяжёлая Чёрная Болезнь И он На глазах Начал Таять И однажды Когда Она Он говорит Настя Ты мне Почитай Немного Она Кинулась К своей Библиотеке Какую же Книгу Он говорит Библию Она Взяла Библию Поставила На место В другую Комнату Ушла И горько Заплакала Она Ждала Обращения Но не Такого Там Одни Кости Лежали Так Она Просила Какого Обращения Вопрос Стоит Теперь Когда С ней Говоришь Это Я Не могла Просто Перенач Я просто Видела Его Рядом С собой В храме Молящего И все Спрашивают Это ваш Муж Такой Ой Какой же Красавец Но Она Не таким Хотела Его А у Бога План Другой Он Привел Одни Мощи А душа Его Засияла Поэтому Женщине Однозначно Нельзя Ответить Ты Сообрази Сама Когда Это Нужно Скажи Ему Заранее Воскресенье Я Ухожу В храм С детьми А я Не разрешаю Так Ты Слышал Воскресенье Я иду в храм Ты ничего Мне не говори Я в твоей власти Ты можешь со мной Делать что угодно В воскресенье Я иду в храм Это повеление Божие А остальное Распоряжай со мной И телом И делом И как Никак Он стал Кулак Упер В косяк Иди Стерва Она пошла Он ей как дал Она до кровати Долетела И замерла Ей была тяжелейшая Операция После этого Она ничего не рассказала Но теперь Я когда пришел туда На ее надо было видеть Как будто у ней болезни Никакой не было А муж всю суровость свою Растерял Вера 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 Души в ней не чает Вот как бывает Надо довериться Богу Как я не знаю Господи Как хочешь Ты Я вот молюсь Определенное У меня Прям выговариваю Пошли добрых Нам Жителей Господи Чтобы с детьми Были Чтобы школу Не закрыли А у Бога Может быть не такое Они приедут А будут не такие Будут нарушать Устав и прочее Господи Тогда не надо ничего Я стою Разговариваю Ты знаешь Господи Я не прошу Плотского Это не мое Для спасения Душ Пощади Сирых Твоих Вот как Богу Надо довериться Да будет Твоя воля Благодарю Спаси Христос Игнатий Тихонович Аллилуйя Это твои цепушки Рядом стоят Да Здесь одна маленькая Сидит и слушает Они вас называют Не Игнатий Тихонович А Тихонович Игнатий Ну как у людей Востока принято По отчеству отца Ну помоги тебе Господи Выпрашивайся Веди себя Кротко Чтобы он тебе Не запретил приехать Ну посмотрим Как Господь устроит Да А то скажи Поехали вместе Так я ему Предлагала Он говорит Да ну тебя Скажи Определенно Ты не пожалеешь Тем более Русские всегда Были близки Ефрем Сирин Сирен Это сколько было Он чего-то боится Игнатий Тихонович У него какой-то страх Либо страх Что он Осознает Что он не прав Вот Что поломается Его гордость Вот это Вот такой вот У него страх есть Ну это хорошо Хорошо То есть он понимает Что он не прав Но он идет Против рожна И получается Вот так вот Что у него там То рука поломается То не знаю что Что постоянно Что-то с ним случается Приключения Ну ты же хорошо Молишься У нас тут парень один Ну он Таким себя Крутым Хотел показать Знакомый В одном городе был Ну и Да у меня Она не будет ходить Я ее смирю Я говорю Ты знаешь Что такое смирить А он учится Институт Закончил Смирить Если возьмешь Пленницу То она пусть Острижет ногти Там 40 дней Волосы И ты после этого Когда она Закончит печаль По родственникам По отцу Ты можешь ее смирить Ну ты понял Что это означает Она его не любит Она смотрит на него Как на изверга Но он может ее смирить А ты кого Собрался смирять И вот что-то У него Женился Жена такая Я видел ее Ну просто хорошая А он решил Что-то там Лежал на постели И она что-то не так-то И он на нее замахнулся Ударить хотел Или что-то И по сегодняшний день Не может сказать Обо что он рукой задел Палец сразу сломал До того смешно Вот ты Я говорю Как Я сделал И сейчас сделался Тихий такой Я говорю Еще раз Замахнешься Руку сломаешь А потом и голову Господь Ангел Снесет тебе И все Она верующая Она любит тебя Она послушна тебе Но она не такая Как ты Ну Как-то претерпевая Зачем же ты Руки распускаешься Златоуст говорит Муж приходит домой И слышатся вопли Как будто бы Зверь Терзает жертву свою Что-то замер Все до рассвета Терзает жертву Терзает жертву Нет 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 Тут никак И ни 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 слова Но у меня только Виктору я не могу Ничего сказать даже Потому что это Мой любимый брат Мы с ним проехали Я не знаю Говорит До океана До океана почти В ту сторону Только с ним были Вот она приезжала Здесь У нас все было хорошо Я так доволен И все по-хорошему А остальное он сам решает Я только молюсь каждый день За путешествующего У меня отдельно пьяницы Молюсь за них Отдельно там болящие А Виктор попадает у меня В число путешествующих Там уехала одна у нас во Францию Другой там в Казахстан Вот такие далеко И они уже может домой не вернуться А я все время их в этом держу Потому что Хорошо когда он вернется Мы их любим Они хорошая пара А у меня к Виктору Только такой вопрос Там как во Франции Он же ходит куда-то Там вот православный храм Какой-то там в городе Какая там у них обстановка И как вот все-таки У него уже какое-то есть различие Вот там вот в Европе Там вот православный Чем они отличаются От православных Которые в России Тоже вот мне бы интересно было услышать Какие там православные Как они живут Во Франции Знаешь Евгений Даже хорошие вопросы И такие вопросы Я ему не задам Не задам Потому что Может быть истолковано неправильно Что-то я лезу И нет Я просто понимаю Я не должен ни одного слова говорить И я не говорю Просто молюсь и все В это мое утешение Он наш друг И она наш друг Игнатихович Так мы непосредственно К нему и обращаемся Если он в чате Вот вроде я вижу его Да Но я не знаю Тогда Я не советую задавать Тогда Пока Он сам решится Когда кому напишет Или как А нет так нет Зачем это Мы и так Обстановку знаем Франция Впереди всех стран Стояла по разврату Так что Там Многому не научиться Это Лев Толстой Описывает Обезьяне Инстинкты На первом месте Продолжение следует...